Друзья, приветствуем вас в нашем новом проекте. Я Виктория Никитинашин. Я Юлия Белоусова. Хотим ответить на те вопросы, которые касаются взаимоотношений. Они приходят к нам на телеканал. И я как пастор уже больше 20 лет часто встречаюсь с теми сложными вопросами, которые имеют особенно женщины. Поэтому мы сегодня все вместе попытаемся ответить на эти вопросы. Женщина всю свою жизнь посвятила служению Богу. Мечтает о замужестве. Мужчина, сделавший ей предложение, неверующий, отвергает церковь. Как быть в данной ситуации? Стоит ли ответить согласием на предложение руки и сердца? Как избавиться от одиночества и апатии? Что предпринять, если в общении никто не нравится и нет возможности начать строить отношения? Здесь на самом деле целый комплекс вопросов, конечно. И в первую очередь хочется сказать, что это правильно для женщины. Мечтать о замужестве, мечтать о счастливой семье. Вопрос избранника. Если это человек неверующий, и здесь конкретный мужчина, который не принимает церковь. Вопрос, конечно, к самой девушке, к самой женщине. Потому что есть разные степени отношения к церкви наших будущих супругов. И в ваших отношениях с Богом и с церковью. Если для вас это критически важно, то уже это является ответом на вопрос, тот ли этот ваш избранник, с которым вы будете счастливы. Ведь мы выходим замуж, женимся для того, чтобы сделать друг друга счастливыми, чтобы самим быть счастливыми. И это значит, что вы не будете едины в этом крайне важном для вас вопросе. Поэтому, скорее всего, на данном этапе этот мужчина не является для вас вашим возможным супругом. Поэтому, хотела бы отметить такой вопрос, что люди склонны меняться, люди склонны изменяться. Имея предубеждение, сначала в процессе общения они могут изменить свое мнение по тому или иному вопросу. Если этот мужчина действительно может измениться, может благодаря общению с вами увидеть благо церкви, увидеть, что она является ответом для вас и может стать ответом для него, это сообщество также располагает его к симпатии, то ваши отношения могут вырасти в большее гораздо и дать вам обоим счастье. Поэтому мы исходим в рекомендации к вам, в ответе к тому, чтобы вы верно отвечали на саму ситуацию, верно ее анализировали и были честны. И с собой, и с тем человеком, который сделал вам предложение, потому что у него тоже, безусловно, есть ожидания от вас, от своей семьи. Нужно очень подробно об этом говорить. И хочу еще раз обратить внимание, как важно иметь круг общения, широкий круг общения, не только в рамках церкви. Это ответ на один из ваших вопросов. Что делать, если люди в церкви не привлекают вас так сильно? Будьте взрослым человеком, будьте зрелым человеком, потому что апостол Павел и многие вообще апостолы, служители церкви, они как раз приносили добро, благо, интерес, радость, возрождение везде, где бы они ни находились. Мы знаем Тавифа, которая творила много добрых дел, например, и люди плакали, они не хотели лишаться ее чудесного общества. Поэтому я предлагаю вам, благодаря своей активной жизненной позиции, делиться той радостью, которую вы имеете в Боге, которую вы имеете в церкви, обрели за время служения. И пусть круг ваших друзей, круг вашего общения станет максимально широким. И кто знает, может быть, человек, который является неверующим, имеет предубеждение к церкви, благодаря общению с вами, изменит свою позицию, изменит свое отношение и откроет для себя мир веры, мир радости, мир, который является любовью, действующий в вере. Да, я еще хочу добавить по поводу мужчины, который сделал вам предложение. Нужно обязательно держать тоже совет. Мне кажется, это немаловажно. Надо все-таки посмотреть, какой у него круг друзей, чем он занимался до этого. Пускай вам посоветует ваш пастор. Молиться, чтобы Бог все тайное делал явным. В силу того, что мы все равно рискуем, всякий раз выходя замуж, когда мы женимся. Это риск, это серьезный шаг. И что нас ждет, это же все равно запакованная коробочка, правда? И вот в этом вам поможет совет. И по поводу одиночества. Одиночество – это возможность. Это не просто какое-то время пребывания в депрессии и апатии. И очень много людей бывает в депрессии и в апатии замужем или будучи женатыми. То есть эти чувства, они не связаны с состоянием женатых, статуса какого-то. Это то, что на самом деле, это та ложь, которой вы поверили, и начинает вас как-то возрастать, прогрессировать. И вы думаете, что вы на самом деле ведете какой-то там не тот образ жизни, вы не такая, вам нужно как-то улучшать свое семейное состояние. Это зависит от той радости, которая есть у вас в сердце. Вот с Викторией очень согласна, потому что она сказала, что вот если у нас есть радость, мы можем ее делиться независимо, ей делиться независимо от того, замужем мы или не замужем. Это отношение с Богом ваше, это ваш, может быть, вектор, насколько в вашем сердце есть надежда, когда вы смотрите в свое будущее. Поэтому пускай ваша и отверженность, и депрессия, и апатия прямо сегодня будут заменены на веру, надежду и любовь. Поверьте, Царство Божье, оно всем обладает, и оно гораздо больше всех наших семейных состояний или ситуаций, или того, что мы проходим. Поэтому храните свой мир, храните свою душу, храните свое сердце, и пускай из вашего сердца вытекают эти источники живой воды, которые будут оживлять все вокруг, и в частности, и ваше семейное положение. Удачи вам! Чудесно! Спасибо, Юлечка! Субтитры создавал DimaTorzok